Всем привет, друзьями! Меня зовут Николай, канал Блэк Геймс. Продолжаем третьего Ведьмака после небольшого перерыва. Остановились мы на квесте «Дела семейные». Давай говорить с этим ублюдком-бароном, который, сука, дел натворил. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Тогда давай тут подождем. А ближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу. Вели людям сидеть по домам, и пусть насыпят под дверью черту из соли. Взять лопату. Ну, чтоб могилу раскопать. Бери, пригодится. Только могилу раскапывать не понадобится. По ему, пыль. Еще немного. Давай за мной. Пойдем, пойдем, пойдем. Имя ребенку дали? Да нет. Это зря. Имена сильные магические печати. Это здесь. Здесь. Вот ты упырь, блядь. Отлично, я ты место выбрал. Да оставь ты меня уже. Я, сука, знаю, что так не делается. Хорошо, что знаешь. Яма раскопанная и пустая. Что это значит? Что Егоша вышел на охоту. Фу ебать. Смотри. Жестко, жестко. Жестко. Не, не надо атаковать. Во. Возьми его на руки, быстро. А если он разозлится? Он же нас мигом загрызет. Не повышай голос, и не то растревожишь его, пока он спокоен. Ни хера себе. Что ж будет-то, если он забеспокоится? Он перевезет тебе шейную артерию, и ты истечешь кровью, прежде чем я успею тебе помочь. Скажи, если он начнет вертеться. Успокою его магией. Подними его. Возьми его в руки. Давай, давай, упырь, блядь. Божьи мои. Вернемся в замок. Как? Опа. Я мы с ним. Кажется, ты хотел проверить силу легенд и обратить его в Чуро. Опа. Погоди, погоди, барон. Все, я тебя обнесу, блядь. Где ты? Все, заберу, пригодится. Давай, 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 двигай. Блядь, занервничал, да? Тихо, 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 давай, давай, давай. Нахер. Пошел отсюда. Да, блядь. Он вертится. Сейчас вырваться. Успокой его как-нибудь. Да нажимаю, блядь. Успокоился. А чё, блядь, с призраком ничего не упало? Я ничего, а тебе надо его зарыть под порогом. Если предания не врут, к следующему утру он превратится в Чуро. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью. Нормальный такой квест. Нормальный. Чё такое, чё такое опять, блядь? Тут всё больше, надо спешить. Ну так давай, я не собираюсь ждать, пока нас сожрут. Что, драться, расскажу? Да ёбаный рот! Блядь! Воу-воу-воу! Килки кончились. Пизда! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Су-га. Да бей же, блядь! Кого ты бьёшь, ведьмак! Пизда мне. Давай-давай-давай! Хуйба! Ты снивается как уголь! Я его не удержу! Ну давай же! Ну, блядь, знак работает, сука! Получилось! Перестал вроде. Ху. А то если он вырвется, он нас съест, ты выбрал имя. Нет. Ну так придумай какое-нибудь, это важно. Ну, это... Это... Это девочка... Как Анна хотела ее назвать? У-у-у. Дошли, блядь. Нормально. Напоминаю, что я на высокой сложности играю. Не на максимальной, конечно. силами неба и земли силами неба и земли миром что не стал твоим домом миром что не стал твоим домом прости меня то что пришла и кого я не принял прости меня то что пришла и кого я не принял нарекаю тебя именем и скажи его и признаю дочерью нарекаю тебя да я и признают очень нормальный такой моб хорошо теперь за рой тело погодка прям под стать что теперь через сутки да я должна превратиться вчера я останусь здесь и подожду от и возвращайся к себе я подожду с тобой исключено но ребенок то мой я за все в ответе поздно проявлять родительскую заботу потом ты ничего не сможешь сделать ну я никаких но это работа для ведьмака я должен ждать здесь пока и гоша не превратится в чуро а ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства ну давай подождем давай подождем нормальный тут плюс прикол пошел конечно сути барон блин взываю к тебе силой крови и заклинаю именем услышь и приди на мой зов дэя укажи мне дорогу к своим кровным родичам ну погнали нормально призрак теперь появился блин мне бат медитировать подождешь воду утра телки то надо восстановить давай 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 за ним короче идти окей давай надо же искать эти жену и дочь барона мудака бля давай я тебя даже обогнал они его не видят да что продаем самогону желаете покажи мне свои товары так ну книгу я уже брал доспехи по 16 у меня деньги у меня кстати есть о седло забери она 6 килограмм весит пока будь здоров не что не страх так погоди пешком-то плотва это уже слишком седой опа здорово не чувачки а суки из обычных уже вылезли упыри блять хотя отхилиться не успеваю либо у меня говно просто броня а кого я еще уровня просто давно не играл 6 блин мне еще че вообще по квестам так но это основные понятно до в квесты скачки гвинты койки ярости комната цири кстати не зашел надо будет вернуться он так и так же возвращаться сюда придется заказы 6 охота вот вот этот доспех я буду собирать на 11 уровень блять еще до хера ну ладно давай 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 видимо нам сюда что ну я тут еще похоже там не лаванду держали опа я вижу стоит туда заглянуть сейчас отберу только погоди одежда здесь кто-то переодевался но они переодевались видимо к дураку браслет наверняка его обронила одна из них так подкова с молокуром не хватило бы денег на коне обе были здесь значит я иду правильно она хочет показать мне что-то еще да блять развернись лошадь ты идут еще откуда блять оу вторая таких еще не было блять плотова то у сихо сразу сбежала поехали хотя 5 понятых его надо прокачивать эликсир но у меня рецепта нет на улучшенную ласточку или нет рецепта ну давай уже вот так буду скакать на опа трупцы точнее ходячие гнильцы да блять да сука в натуре блять вот уже побывали трупоеды но все равно стоит взглянуть иди 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 сюда надо смотреть труп лошадный блять ты сейчас осмотрим если не помоем уходи ёбаный в рот блями пиздец гори 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 блять у справился так надо отмедитировать часик хилки восстановить опа сейчас смотрим трупа бел ингредиенты кстати а чё я могу что-нибудь создать изоохимии отвар могу что за отвар из туманника увеличивает мощь знаков если небо закрыто облаками ну давай она все она сделается и больше она мне не нужно ну делать один раз делается потом просто восстанавливается что это такое крушина красные мутагены красных нету сердце накера язык утопцало кстати надо три штуки еще ингредиентов пока маловато техники россии что у нас тут кости лежат тут уже какое-то время седло прогрызли трупоеды становятся все прожорливей следы огромных когтей это не трупоед кишочки не хватает подковы это стечение обстоятельств или конь потерял ее на старой смолоко не оторвать башку мог только кто-то очень сильный здесь они похоже наткнулись на какую-то могучую тварь будем надеяться они все-таки выжили жестко похоже след ведет дальше так подожди ой погода испоганилась так хорошо было блин давай пешочком прогуляемся пускай плотва отдохнет а то и так же бошку оторвут ну волк это парашу ладно похоже дочь собирается бляха сколько народу аккуратненько пробежать давай куда жить и дубле я вас так давно уже играл не помню ничего ну помню так местами но не все это мне давай 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 ну бацкая хата наверное он хочет чтобы я осмотрел это место пойдем опа а кто это идите в другую комнату чего вы у нас забыли наша хата с краю ничего у нас нет ничего не знаем вот по любому врешь жену и дочь кровавого барона никого тут не было сударь может хоть мимо проезжали девушка невысокая лет двадцати ее мать худощавая под сорок видели их это ж она к нам ночью приходила а мам ахаха малыш дал бля куда делась девушка твой сын сказал столько что нет смысла отпираться а вы сударь не похожи ни на кого из людей ее отца потому что я не из них я ищу тамару и ее мать мне надо убедиться что они живы и в безопасности тамара ты небось сидит у моего брата в аксенфорте а с госпожой анной тут другое дело хотя ей наверное всюду лучше чем во вроницах у господина барона почему так он ее лупил сударь госпожу а вот мудака об этом знали но никто пальцем не пошевелил что стало с матерью тамары вот как было дело я ждал их старый смолокурни привел коней лютый был холод а темно так что я на два локтя ничего не видел месяц стоял высоко а они все не приходили я уж бояться начал что их какой-нибудь лихо утащило но наконец они явились и отправились мы в сторону реки тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь я решил было что мне башку оторвет а вдобавок эти здоровущие птицы их целые тучи кружили над лесом а крик такой подняли что аж в ушах звенела ни хераси госпожа она крикнула искорчилась амара взяла ее за руку и я увидел на ладонях у нее пылали знаки хорошо и что было дальше стемнело еще пуще словно кто все звезды погасил в одну минуту сверчки утихли а из лесу вдруг такой рык раздался меня холодный пот прошиб я дух перевести не успел как из чащи выскочило чудище огромное что твой сарай рогатая и глаза горят как раскаленные угли жестко я хочу с таким сажаться не хочу короче с таким динамом а саму ее в лес унесло наши кони значит мой и барышни тамары переполошились и понесли куда глаза глядят только потому мы избежали тамара хотела вернуться за матерью но на счастье жена ее отговорила убедила что одной ей ничего не сделать но я не решился помогать но жена мне сказала настал час войны и презрения час вражды человеческой теперь должно за добро добром платить потому что кто стоит без дела тот все равно что зло творит ты женат на умной женщине жаль вот только госпожу анну не спасли да чё за знаки какие знаки ну такие будто ей кто железом выжиг на ладонях изнутри выжиг так клемят скот ну да только эти знаки были не почерневшие а раскаленные точно живым огнем светились охренеть спасибо тебе за помощь а с тетенькой все с ней будет хорошо я сделаю все что смогу интересные истории начаться наш общий путь благодарю тебя иди с миром ну а все да шух улетела опыта навалили прям хорошо так давай сначала вот так тамару надо сначала найти а это где далеко а он же тут справа у ее мне вот сюда мне вот сюда нет сначала давай знак вопроса поляха пока обойдешь 150 шагов так добежим а по гнезду а кто тут гули 9 уровне ебать еб твою медь 9 уровне тихо тихо блять мудак ты герать мне надо кв на использовать хотя бы один удар я буду держать да блять его вообще не видно сука темно мечи надо менять блять говно мечи стали да сбей ты шотного сука ебать их тут народу опа хватилятся суку упы блять хилиться смотри что и хати хати ха геральт опа 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 опачки ай-яй-яй здоровья тихо ух успел блять палят тихо до 9 уровня ай-яй-яй-яй Пиздец живи ведьмак о блять он сука еще пиво глотнул я думал это хилка блять пиздец вот теперь точно пиздец и какие-то нихера не видно он пьяный стал все отошел нахиляется сука у блять 9 уровень гнездо гулей надо его уничтожить давай а где это чтобы уничтожить подожди где она а а вот поубегай это все забирай трубы надо обобрать нормальный замесик такой ха видимо ксуку пиво глотнул пьяный стал так надо отмели делать и восстановить здоровье начал они выше меня на три уровня нормально да ну блять а это мне топать надо давай через знаки добежим через знаки вопроса меч сломался блять конечно столько бить его время звонят сейчас так продолжает продолжить гладил бежали дальше все до метки бежим тарантан тарата давай ведьмак блять не может забор сука перепрыгнуть опа это я сбил ух темно пиздец 11 20 времени ну там в игре темно пиздец опа а где это опа вижу 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 забилу забилу лишь бы утопцы не загрызли так арбалет возьми да блять да блять минуснулся 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 ключ ключ вон у скелета Опа, лунный клинок Тоже заберу Травы под водой, блять Все, поплыли дальше Всплывай Доспехи, поскорей бы уровень Чувак в беде Херасия, стой Блять, пока до квеста даешь Бронник Тихо-тихо-тихо Ех, ебать Не-не-не-не-не, ребята Нет-нет-нет, блять, ведьмак В лавочку вырезался, блять Да я не замочу их, вычего А, седьмой Седьмого-то я убью, блять А вот Блять, шестнадцатый уровень Вы ебанулись, что ли Ух, нихера Беги, ведьмак Беги-беги-беги-беги-беги Беги Блять Блять, волки еще Суки позорные А это был знак вопроса, что ли? Ага, ну ладно Я буду знать Так Так Нам сюда Ай-я-я-я, тихо беги где лошадь валим отсюда валим не по уровню не по уровню ребята не по уровню собаки первого уровня срать на них опа вы мне вот нужны вы мне блять нужны сердца макеров не теряет тут блять ебать их тут народу а завалили суки завалили а где сохранялся то блять далеко походу далеко походу далеко блин закончить завалили не успел держать надо короче качаться и уровень нужен и оружие нужно новые доспехи но это только на одиннадцатый где я далеко еще такая ты чё давай лучше с бароном обратно поговорим баксинфурд тогда в следующей серии завалили скоты не успел добежать блять и этот знак не наложил всех и везда убали но может ваде застревает не застревай пожалуйста но приехали приехали давай 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 ну же еще ком это комната цири квест наверно шай его сдам сразу он там ничего делать не надо на этом квест посмотреть что такое узнаете меня ты конюши я тебя вытащил из огня я вам этого не забуду вот вам благодарность о двадцатка спасибо чувак опыта бы дали конечно еще надо комнате цири выполнить задание конечно она быстрая где она доп задание до пятый уровень пойдем делали одно получилось другой но как всегда в нашей жизни сюда да значит здесь ночевала цири это наверно цири похоже она уехала в спешке цири да он ли трапки от нее остались она тайник мне не надо неясная природа проклятий лидия ван брэдэворд моим дорогим дуэво моим дорогим друзьям ко всем Лагерва, министра культуры королевства Тимерии. Что же мне постоянно звонят-то сегодня, а? Так, чё я? А! Так, моим дорогим друзьям Филиппу и Ани от графа Лагерва, министра культуры королевства Тимерии, Визима 1265. Весьма ошибаются те, кто считает, что проклятие есть исключительно проявление злой воли одного существа, направленной против другого. Удивительно, часто происходит случай непреднамеренного наложения проклятия на самого себя или находящихся поблизости неодушевлённые предметы, нихера себе. Последствия подобных происшествий трудно предугадать, зачастую это приводит даже к смерти существ, находящихся под действием проклятия или вступивших в контакт с проклятыми существами или предметами. Вот почему крайне важно принимать меры предосторожности для обеспечения полной безопасности при наложении проклятий. Мадам Амелия Веракрус Леон рекомендует как минимум следующее. Очиститься от негативных мыслей, стремиться к полному единству с миром и гармонии тела и разума, но это прям медитация. С посвящением барону и его жене. Кажется, у них в зиме были высокопоставленные знакомые. Опа, чё? И чё ты сел? Чёк, вряд ли им играла цири. А вот грядка... Ага. Бахрома, бахрома. Ты грядка? Я, а ты Геральт. А откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Во. Это не твоя? Волчок, где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грозно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что ей пришлось уехать. О! Мы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь. Значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла? Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Ну, это про эльфа, она говорит, понятно. Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала. Но она сказала, что я маленькая, и все равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой, зеленый камешек. Ух ты, красивый подарок. Спрячу хорошенько, и никому не показывай. Он очень ценный. Спасибо. Но иди, играй дальше. Я не играю. Я помогаю. Все? Ты убьешь всех чудовищ. Все. Так, а что у меня квест-то переключился? Где это? Сейчас поговорим с баронами, и надо заканчивать. Хотя, наверное, он, блин, скажет, типа, что-то дождь не искал. Он надо будет сюда идти. Ладно, ребятки, давайте на этом закончим. В следующей серии пойдем в Аксенфурд. И продолжим этот квест. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте. И всем до встречи в следующей серии, и всем пока. Пока интересно все идет.